Церемония В этом году в планы организаторов вмешалась нелепая случайность. Вчера армия обороны Израиля потеряла сразу двух бойцов. На учениях в пустыне Негев от обезвоживания и переутомления умер 19-летний солдат Яшоу Хейфис. А за 4 часа до начала церемонии на горе Герцель, расположенной в нескольких сотнях метров от Ядвашема, на группу, готовившихся к параду по поводу Дня независимости военнослужащих, рухнула осветительная мачта. Шесть человек получили ранения различной степени тяжести, а 20-летнюю Илу Бецалели, недавно получившую первое офицерское звание, спасти не удалось. Поэтому в траурный вечер премьер-министр Израиля Бенемин Таньягу начал со слов соболезнования семьям погибших. Впрочем, и свою основную речь премьер решил посвятить не истории, а современным событиям. Я знаю, что есть немало людей, которые считают, что нельзя вспоминать о погибших в катастрофе евреях, когда заходит речь о сегодняшних угрозах и проблемах, стоящих перед нашим народом. Они утверждают, что такие действия принижают трагедию катастрофы. Я полностью отвергаю такую точку зрения. Наоборот, я считаю, что мы обязаны смотреть правде в глаза. А правда заключается в том, что сегодня, как и тогда, есть политики, мечтающие уничтожить миллионы евреев. Замалчивание этого факта и есть пренебрежение уроками катастрофы, неуважение к памяти ее жертв. Я всегда говорил и буду говорить правду не только всему миру, но в первую очередь своему народу, который достаточно силен и крепок, чтобы знать истину. Тот факт, что Иран вооружен ядерным оружием, и это является смертельной угрозой для государства Израиль, должны знать все. Ведь ядерный Иран – это угроза не только для нас, но и для всего региона, для всего мира. Предотвратить эту угрозу – первоочередная обязанность международного сообщества, но в первую очередь это наша обязанность. Сегодня в 10 часов утра в Израиле прозвучала двухминутная траурная сирена. Но и здесь не обошлось без происшествий. Через несколько секунд после того, какой сиреной стих, движение на израильских дорогах полностью восстановилось. Но через некоторое время на информационная лента поступило несколько печальных сообщений. Бершевья, не соблюдающие еврейскую традицию бедуины, сбили остановившуюся на проезжей части во время траурной минуты женщину. Похожая история произошла на 44-й трассе неподалеку от Тель-Авива. Врачи говорят, что жертва находится в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Закона, предписывающего останавливаться при звуках траурной сирены в Израиле до сих пор не было. Но теперь, по всей видимости, его придется принять. День катастрофы и без того слишком печальная дата, чтобы омрачать его новыми трагедиями. Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, RTVI, Израиль.